Посмотри, у чего они все вот носятся за этими хвойными зимой? Вот пихта, она же выглядит почти как пластмассовая. Мы все еще пытаемся рассказать о хвойных, но никак не можем уйти. В общем, не сажайте хвойные, сажайте сухостой. Что это не гортензия-то вдруг? Кто не гортензия? А стильба не гортензия? А стильба не гортензия, да. В этом уголке ботанического сада растет несколько сортов астильбы, которые сейчас в засохшем состоянии, почти довольно сложно идентифицировать. Вот это, мне кажется, какие-то сорта астильбы китайской. Один из сортов астильбы китайской – пурпурланцы, пурпуркерцы, их там целая серия. По-моему, пурпурланцы, пурпурное копье – это любимая астильба питаудольфа, которая идет практически во всех его цветниках. И они действительно, в принципе, сохраняются прекрасно всю зиму, даже у нас. Плюс их осенняя окраска, этих сортов – это действительно цвет любимого ржавого металла, картена, который тоже сейчас очень популярен в дизайне. Да, картен, картен. И это действительно очень красиво. И рост этой астильбы 120 сантиметров легко. Здесь она все-таки, наверное, порядка метра. Я думаю, что это другой сорт или другой вид. Да, да, да. Их целая серия. Большие, крупные. И вот здесь еще мы можем посмотреть на отсветшую хосту. Да, я, кстати, не повезу, но хорошо, да. Вижу, да, отсветшую хосту, потому что я тоже как-то стараюсь убирать весь этот сухостой хост. Мне очень некогда лично у себя убирать сухостой. Классическая ситуация сапожника без сапог. Весной я, в прошлом, в этом году, весной, я обрезаю засохшие соцветия хосты, попал кончиком веточки в глаз, и сутки где-то я сидел с оплывшим глазом. Так что вот с тех пор я надеваю очки, когда начинаю обрезать, это потому что, да, да, потому что на самом деле, посмотрите, вот посмотрите, оно твердое. Я напоминаю, что сейчас опять мороз. Оно еще, правда, насыщенно влага, и вот оттуда летят семена. И, кстати, очень может быть, что у вас появятся маленькие хосточки в саду. Они вполне могут сеяться, хотя я пока этого не видел. Хотя она и так расползается. Она не расползается, у нее компактные корневища. Ну, сортовые хосты, да, конечно, они не такие ползающие. И видовые, они достаточно медленно увеличивают диаметр своего куста, но при этом, как правило, вообще не пускают внутрь себя сорняки. Хосты очень хорошо сочетать в саду с весенне цветущими луковичными, клубнелуковичными и клубнилыми растениями. В частности, в тени под хостами прекрасно растет хохлатка. Она успевает вылезти, зацвести, уйти на покой. И только тогда хосты проснутся и соизволят, наконец, к концу мая раскинуть свои большие листья. А здесь, как вы видите, она прекрасно сочетается со стильбой. Обращаю ваше внимание, это место достаточно солнечное, и никаких проблем здесь нет. Пока что нет. Да, и разные сорта, разные виды остильбы дают разную картину сухостоя. И это вот разный облик. И вот это вот, некоторые из них, простоят до весны. Единственное, что... Почему, кстати, любят обрезать осенью? Потому что осенью, в октябре, погода еще относительно хорошая, относительно тепло. Стебли не гнилые, они еще живые и мокрые, их удобно срезать. Вот сейчас уже как-то не очень комфортно и холодно. Ну, их, наверное, да, уже даже и не сломать будет. Нет, их сломаешь, не надо ломать казенное имущество. Не буду ломать казенное имущество. Но вот весной, как вариант, их можно часто просто действительно сломать, просто даже граблями. Если нет, если это толстые стебли, как, например, у какого-нибудь мискантуса или у растений высоких, и у высоких многолетников, тогда, конечно, нужно это делать с секатором. Ну что, Витя, расскажи нам по поводу гортензий, во-первых. Которые, да, почернели, но тоже не потеряли свою декоративность. Тут замечательная такая черешковая гортензия стоит, засохшие соцветия. А стильбы в массиве тоже смотрятся прекрасно просто, да? Чем больше, более плотные, и чем более цельное и большое соцветие гортензии метельчатой, тем больше рельсов того, что их поломает снегом. Соответственно... За счет того, что налипает шапка, да? Да, да, да. И нам, может, куст может сломаться просто... Ну, поэтому все и обрезают. Да, ну и смысл вот этой красоты на зиму. Отсутствует. А если у гортензии небольшие цветы, стерильные цветы... Они все фертильные, да? Да, да, фертильные в центре. У гортензии черешковой фертильные цветы в центре, а стерильные цветы по краю. Их не очень много. И они, в принципе, их вряд ли сломает снег. Это лиана, которая встречается на Дальнем Востоке. И у нас она заходит, по-моему, на Сахалин. Также она встречается в Китае. Я видел экземпляры в ленобласти 10-15 метров, залезающие на сосно. Действительно очень крупное растение. Но если... В лензии очень распространена она. Да, да. И у нас тоже ее много сажают. Просто у нас пока, видимо, ее стали сажать относительно недавно. Ну, даже 20 лет. Ну, ты как ландшафтный дизайнер часто встречаешься. Я лично часто многое не видел. Я видел, когда у нас ее укладывают как почвопокровное растение. А здесь она очень красиво вот забирается по шпалере. Да. И здесь у нас по шпалере не просто забирается. Я думаю, что ее подвязывают. Потому что вряд ли она сама будет закрепляться к ней. Дело в том, что это растение, которое крепится к опоре... Нет. Воздушными корнями. Как плющ. Кстати, плющ мы вам тоже покажем. Но не советуем его сажать. Это скорее развлечение для теплого места. А черешковое посоветуем? Черешковое будет. У нее корни, которые присасываются к коре, они любят кирпич. Они, конечно, к металлу они не присосутся. Они не очень любят крашеное дерево. Наверное, они любят натуральный камень. Но ей нужно время. Как правило, даже если вы покупаете крупномер, ну, в принципе, вы можете приблизительно такого размера купить крупномер гортензии черешковой. Ну, а сколько лет примерно вот этому экземпляру? Ощущение, что она достаточно старая. Мне кажется, что вообще этому уголку порядка 10 лет. И здесь получается, что вот если вы купите такое растение, оно у вас сразу не начнет присасываться верхушкой к коре, допустим, сосны. Потому что классическое решение сосна, около которой посадили гортензию. Ну, или яблонь, или любое другое дерево на самом деле. Ну, кто любит кислую почву, да, обычно сажают. А гортензии достаточно спокойно относятся и к нейтральной почве. Это не вересковые, не рододендры, но они прекрасно растут в обычной садовой земле без особых изысков. Ну, наверное, если им туда накрошить известняка или доломита, им не понравится. А вот обычная почва Ленинградской области абсолютно толерантна практически ко всем условиям. Если там не сыро и не очень сухо. Вот. И, как правило, это растение начнет какой-то из нижних побегов, найдет этот ствол, присосется к нему и начнет по нему расти. Поэтому, когда вы покупаете большой экземпляр, его имеет смысл все-таки как-то сразу привязать к опоре и рассматривать его как такой кустарник, которому нужна некоторая опора. Если вы хотите купить растение, которое у вас найдет стену дома, из натурального камня или шершавого кирпича, найдет ствол дерева, то покупать крупный экземпляр не нужно. Да, вам придется подождать. Все лианы первые 2-3 года укореняются и потом стартуют. Это практически общее правило. Они могут очень долго практически не наращивать массу побегов, развивая корневую систему. Ну, может, гортензия будет давать 1-2 цветка, если она не совсем такая. Если она хотя бы вот такая, ну, то есть, условно говоря, высотой около метра, она уже что-то будет выдавать. Ну, вот с точки зрения сухостоя совершенно замечательно, потому что ее не нужно обрезать. То есть она, в принципе, не требует никакого... Да, она не сломается, она достаточно крепкая. Да, ухода инструмента. Смотрите, что я с ней делаю. Я думаю, могу согнуть и дальше, и с ней ничего не случится. И сейчас минус 5. Что он делает? Что значит, если она в минус 5 вот так не ломается, значит, она выдержит и другие. Да, потому что, посмотри, у нее даже зеленые почки. То есть там, по сути, продолжается какая-то вегетация до сих пор. Это просто у нее такой стиль зимовки. Да, это тоже не должно пугать. Почки зеленого цвета, набухшие. Ровно такие же шутки любят проделывать. Сирень – это один из любимых вопросов людей, не разбирающихся в растениях. Слева от меня растет один из сортов клематиса, который вполне способен достигать большого размера даже в нашем климате. Вероятно, это сорт клематиса винограда листного, полфаргес. Он также продается под названием Summer Snow. Он выведен в Никитском ботаническом саду. У него белые мелкие цветы. Он цветет с июня по, в принципе, по заморозке менее обильно. Иногда в более теплых местах Ленинградской области, ну, например, это окрестности Петербурга, Пушкин, может быть, окрестности Гатчина, тихий участок на берегу озера. То есть там, где нет резких перепадов температуры, он может зимовать довольно крупно и становиться крупной лианой. Есть два варианта ухода. Его можно обрезать весной на какую-то высоту, допустим, метр-полутора. И не пытаться сохранить. Но мы ничего не любим обрезать. Тем более мы хотим, как мы выяснили, любоваться садом в ноябре, в декабре. А в принципе, да, он сохраняет массу. Красивые, изящные ветви. Вот эта вот вся стилистика модерна, да, вот эти вот все изгибы стеблей, они тоже как бы вполне декоративны, да. На наш очень изысканный, конечно, вкус, да. Опять же-таки, это не георгины, не пионы, не розы. Но, тем не менее, да, мы все-таки говорим об эстетике увядания. И в эстетике увядания клематицы тоже занимают свое почетное место в десятке. Очень сложно обрезать так, чтобы не обрезать что-то живое. К сожалению, мой опыт говорит о том, что все попытки... Мы воспользуемся этим. ...убрать сухостой, убрать некрасивые засохшие паломные ветки, из этого матка проволоки, из засохших листьев, которые представляют из себя клематицы с зимующими побегами, занятие очень неблагодарное. И все это заканчивается тем, что вы обрезаете хорошую живую плеть. Вот смотрите, полфоргес – это тот клематис, который условно зимующий. В некоторых местах, в некоторые зимы. Если в этом году даже у меня двухметровые плети на яблони прекрасно сохранились, я, например, совершенно не уверен, что грядущая зима его не снесет. Но есть целая группа клематисов, которые раньше принадлежали к роду княжек, отчасти их и так, и так называют, которые не обрезаются вообще. У них древесневающие побеги. Они действительно очень морозоустойчивые и зимостойкие. Они могут зимовать, в принципе, даже в большом горшке на лоджии. У них небольшие цветы изящные. Окраска белая, классическая окраска фиолетовая, пурпурная, малиновая. Это одна группа гибридов и сортов. То есть изначально это княжек, какой-то из этих видов, кстати, даже до длин области доходит, если я не ошибаюсь. Но сейчас, конечно, выращиваются сорта. Он доходит каким образом? Он доходит своим просто вот? Да, 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 ареал, ареал. Ага, интересно. Надо уточнить будет в определителе. То есть можно где-то пойти в лес за грибами, в княжек? Вы можете купить готовые растения. Вам просто его придется поискать, потому что это не крупноцветковый модный клематис. Это что-то маленькое, изящное, но, на мой взгляд, оно куда более красивое. Во-первых, он сувидит. И более живучее. Да. И менее прихотливее. И более крупное. Вот мы стоим рядом с Лянной, которая высотой метра три. Это совершенно стандартный размер. Образует вот эти вот такие пуховочки, да? Да, соплодия из семян, которые, в принципе, висят до весны. Они могут оставаться даже на несколько лет. Плюс этого княжика в том, что он цветет весной. Он цветет в мае, когда, в общем-то, не так много таких объемов в саду, кроме кустарников и деревьев. Он может свисти второй раз в августе. Да, это прекрасно. Менее обильно. Он действительно неубиваемый. Но вот, опять же, его эстетика, в виде мотка проволоки с засохшими листьями, аккуратиста будет напрягать. А человека, который спокойно относится к природе, понимает, что природа это природа. Мы только за то, чтобы спокойно относиться к природе. Да. То для них это может быть немного чрезмерно природно. Да. Надеюсь, что сегодня мы рассказали вам много интересной информации про сад, который мы можем улюбоваться в межсезонье. Но мы хотели бы от вас услышать ваши комментарии, ваши пожелания, ваши вопросы. Возможно, вы хотели бы чуть более подробно услышать о каких-то растениях, которые мы сегодня, собственно, упоминали. Возможно, это черешковая гортензия, княжек, клематис или что-то из других растений, которые будут в сегодняшнем рассказе. Астростильбы, все что угодно. Да, астростильбы. У нас очень много идей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был канал Европлант. Субтитры подогнал «Симон»!